Здравствуйте, уважаемые зрители! Министр нефти Индии Харди Пури заявил, что Дели хочет снизить закупки российской нефти, так как цена на ближневосточную нефть стала более привлекательной. Так что если это не отказ, то во всяком случае попытка выбить из нас скидку. Кстати, с вами Игорь Таланцев и это канал Политика Просто. Расскажу, почему для нас отказ Индии покупать нашу нефть не такая уж плохая новость, даже хорошая. Итак, почему же Индия стала капризничать? Пишут, что цена российской нефти выросла почти до 75 долларов, и это хорошо. Однако есть небольшие проблемы. При таких ценах Индии выгодно покупать нефть в Саудовской Аравии, просто потому что логистика стоит дешевле, потому что Аравия ближе, чем Россия. Впрочем, если Индия откажется от нашей нефти, мы просто сократим добычу. Цены взлетят до 100 долларов и выше, как это уже не раз бывало. И саудовская нефть станет в разы дороже. И индийцы это прекрасно понимают, поэтому их нынешнее заявление не более чем попытка выбить у нас скидочку. Но лично я считаю, что нам не нужно поддаваться на этот шантаж индийцев. Вы же знаете основную проблему торговли в Индии. Они платят нам в рупиях, на которые ничего не купишь. И так просто на самом деле эту проблему не решить. Нет. Например, некоторые светлые головы говорят, что Индия производит много полезных товаров. Однако задам простой вопрос. Кто в России будет ездить на индийских автомобилях, если не есть, конечно? Или кто будет покупать произведенные в Индии компьютеры? Ответ простой. Никто. И тогда зачем нам покупать эти товары? К тому же не забывайте, что индийские производители из-за западных станций опасаются продавать нам товары двойного назначения. То есть почти всё. Так что на самом деле всё сложно, друзья мои. Давно говорят, что мы якобы переводим торговлю в юане и другие валюты. Но я лично не понимаю, как это вообще возможно. Чтобы пояснить свою мысль, задам ещё один вопрос. А у Индии вообще есть свободные юани, чтобы платить за нашу нефть? Уверен, что торговый баланс Индии и Китая смещён в пользу Китая. А это означает, что у Индии просто нет юаней. Аналогично с саудовским реалом. Это ведь саудиты продают Индии нефть. Так откуда Индия возьмёт эти самые реалы? Вот и получается, что индусам негде взять валюту, чтобы с нами расплачиваться. Поэтому мы никогда раньше и не продавали индийцам нефть и другие товары. У них нет денег, чтобы покупать. Вот почему я считаю, что нам выгодно, если Индия просто откажется покупать часть нашей нефти или даже всю нефть в пользу Санувской Аравии. Потому что нам не нужны никакие рупии. А вот оставшуюся часть нефти, которую всё-таки Индия будет покупать, пусть она оплачивает в нормальной валюте. Точно не в рупиях. Впрочем, осталось сказать, что есть и некоторые другие соображения, противоположные. Возможно, что нам выгоднее поставлять нефть в Индию даже за бесполезные рупии, чем закрывать скважины, а потом открывать. Если я правильно понимаю, это очень сложный и дорогостоящий технологический процесс открытия и закрытия скважины. Поэтому проще поставлять нефть в Индию и получать за это, в общем-то, бесполезные рупии. В любом случае, Индия это не тот покупатель, за которого нужно держаться. Есть хорошая пословица. С глаз долой и сердце вон. Так что нам просто нужно искать нормальных покупателей, которые будут платить нормальными, конвертируемыми деньгами. Как Китай. Не забудьте поставить лайк, подписаться, сделать репост и прокомментировать. Всего вам хорошего. Субтитры сделал DimaTorzok